Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast, 78 выпуск. С вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, Кейс Даймон. И сегодня у меня вновь не совсем обычный выпуск. Это тоже такой очередной попытка сделать круглый стол по тематике на этот раз публичных выступлений на различных айтишных конференциях и особенно на английском языке. И сегодня у меня в гостях Антон Солдатов, инженер-разработчик в компании IPNWeb. Антон, привет! Всем привет! И Денис Шевченко, Haskell-разработчик в компании IOHK. Денис, привет! Всем привет! Ну, это, собственно, ребята уже были у меня в гостях когда-то в подкасте. Кто-то раньше, кто-то позже. Вот. Поэтому для тех, кто вдруг, кому будет интересно, можете послушать предыдущие выпуски. Но для тех, кто слушает впервые, наверное, еще раз давайте, ребята, в двух словах расскажите про себя, как вы вообще давно чем занимаетесь. Антон, давай с тебя, наверное, начнем. Всем привет еще раз. Меня зовут Антон Солдатов. Я, да, работаю инженером-программистом в компании IPNWeb. И занимаюсь... Компания наша занимается тем, что разрабатывает решения в области онлайн-рекламы. А я занимаюсь тем, что разрабатываю, поддерживаю, разрабатываю нашу собственную реализацию языка Луа. Делаю я это потому, что бизнес-логика тех проектов, которые строит наша компания, она как раз заскриптована, реализована на этом самом языке Луа. И поскольку у нас есть всякие перформансные заморочки, мы когда-то давно стали использовать такую быструю реализацию Луа как Logite. А потом, об этом я уже много рассказывал на всяких конференциях, мы перешли на собственную реализацию. А вообще до этого я был в совершенно другой области. Я занимался задачами близкими, скажем так, прикладной лингвистике. Я занимался проблемами автоматизации проверок качества технических переводов. Ну вот, вкратце, вкратце все. Ну, нормально, да. Давай, Денис, ты, наверное, тоже пару слов про себя расскажи. Ну, могу сказать о себе следующее. Бывший плюсовик, ныне хаскелист, известен в узких кругах как человек, топящий за монады периодически. А сейчас я работаю в компании IOHK, и мы реализовываем Proof-of-Stake криптовалютную систему, которая явилась первой криптовалютной системой в мире, реализованной полностью на хаскеле. Такое введение. Хорошо. Ну, смотрите, мы сегодня не будем, наверное, в меньшей степени, точнее, будем говорить про хаскелло и прочие вещи. В большей степени хотим поговорить про вот выступления. В общем, все вы там выступали и выступаете на разных конференциях и в России, и не только. Вот. Поэтому давайте, наверное, начнем с того, что... Давайте вспомним, как вот вспомним, когда у вас было первое выступление публичное, не знаю, там, в IT, или, может быть, какое-то другое, которое имело какое-то такое влияние и вообще повлияло на дальнейшее, в общем, развитие. Денис, ты там, давай, чего ты вспомнишь? Ну, я вспомню, пожалуй, мое первое выступление в IT, которое я запомнил, которое было по-настоящему большим перед залом. Это была конференция RIF в Воронеж. Несколько лет назад я смог быть там по приглашению и рассказывал, опять-таки, про функциональное программирование, про лямбда исчисления. Это выступление запомнилось мне тем, что я сильно волновался перед ним. За полчаса я уже почти дрожал, за пять минут я уже почти заикался. Но когда начал, выяснилось, что ничего страшного не было. И с тех пор я выступал на ряде других конференций также. Слушай, ну, понятно. Расскажи, как ты решил выступить и вообще, ну, какая была там идея, цель? Как ты вообще? Сам подал заявку, лети, а сказали, давай, иди к нам, расскажи про что-нибудь. Как это было? Ну, фактически, это было предложение, от которого я не захотел отказываться. Люди знали, что мне есть что рассказать в моей области. А я подумал, ну, в конце концов, нужно же когда-то начинать. Количество этих конференций неуклонно растет в крупных городах России, в регионах. Я уже не говорю за пределами России, ну, и я решился поставить эту стартовую точку, о чем совершенно не пожалел. И с тех пор я выступал в других городах уже гораздо более уверенно. Поэтому я рад, что тогда в Воронеже смог побывать. Кстати, красивый город. Ну, да, я вот не был. Может быть, когда-нибудь доберусь. Антон, расскажи, как это было у тебя. Я сразу могу сказать, что немножко вот прослушав сейчас рассказ Дениса, прям завидую ему. Потому что у меня первое выступление состоялось, публичное айтишное выступление состоялось в 2007 году. И оно было на, ну, в общем-то, оно было, скажем так, скорее, около айтишное. Это была отраслевая конференция технических переводчиков. И мы туда приехали со своей делегацией от нашей компании рассказывать про то, чем мы занимаемся и почему это важно. И это поступление, с моей точки зрения, оно было, кстати, сразу же и на иностранном языке. То есть, я выступал не по-русски, перед такой довольно разношерстной аудиторией. В общем, это был фейл. Потому что сказать, что я волновался, это ничего не сказать. Я очень сильно волновался. И мне, в общем-то, по-моему, не удалось донести свою мысль до публики. После чего я на какое-то долгое время отошел от всяких публичных дел. И уже стал гораздо больше выступать, наверное, начиная с прошлого года, когда стал делать какие-то более-менее регулярные доклады, связанные с нынешней работой в слуо-сообщество. Вот так. Такая история. Слушай, то есть у тебя вот прям, да, такое первое выступление фейл. И действительно, вот тебя там, ну, по сути, там на 10 лет так грубо, да, остыло вот это желание, охладило, так сказать, желание выступать. Ну, да, там, понимаешь, с одной стороны, вроде как и возможно, и не было какого-то хорошего, мне казалось, что не было материала. Вот. И да, вот это вот чувство самое сложное, с чем я, пожалуй, еще и до сих пор борюсь. Я, кстати, интересно, как вот у Дениса, например, есть ли такое или нет. Вот такое чувство, когда ты для себя материал проработал, он как-то в голове оседает, и после этого ты думаешь, блин, а что рассказывать-то, все понятно. И вот когда ты начинаешь вот с такой предпосылкой, когда эта вот дурацкая предпосылка живет в голове, очень сложно сделать нормальный нарратив, очень сложно выстроить хороший доклад, все начинает как-то скакать, получается рвано и не очень красиво. Вот, вот такая вот прям... Слушай, ну... С психологом можно идти к этой проблеме, к психологу. Ты знаешь, это вообще проблема такая очень актуальная. Ну, вот лично я тоже, знаешь, у меня периодически спрашивают, типа, ну, а что ты там не выступаешь, наверняка же есть, что рассказать. И я вот каждый раз начинаю думать. И, знаешь, в голове такие две мысли. Первая, ну, вот про это, да, блин, ну, это же такая очевидность, ну, это же всем наверняка и так понятно. А вот это, блин, а это я сам еще до конца не очень хорошо знаю, и как бы не хочется рассказывать то, что ты до конца не знаешь. Вот эти две таких мысли, противоположности, они все время борются, и действительно сложно вот их как бы понять, что нет, на самом деле можно даже что-то рассказать, что ты там, кажется, тебе очевидно, что на самом деле там половина людей это не очевидно и вполне себе может быть интересно. А про что вот ты говоришь, что перескакиваешь? Ну, для этих целей, спасибо, есть всякие подготовки, прогоны, которые, мне кажется, сейчас, по-моему, уже у всех конференциях есть вот этот этап подготовки, да, какие-то там программный комитет, который там отбирает заявки, начиная и заканчивая там прогонами, помощью там в подготовке слайдов и так далее, и так далее. Да, ну, тут мне сложно не согласиться с тем, что прогоны – это ценно, вот, а еще лучше двойные прогоны, а еще лучше еще коллегам слайды показать или там как-то пообщаться в узком кругу у себя на работе, и это, конечно, спасает. Ну, да, это в любом случае помогает. Ну, давайте, наверное, вот уже много, в общем, скажем так, каких-то моментов, за которые можно зацепиться, которые хотелось бы раскрыть. Вот, давайте начнем, ну, с самых таких простых вещей. Все же вот мотивация, да, вот какая, какую цель вообще, какая, что вами движело, движет для выступления. Это просто поделиться, это популяризация какой-то там технологии в своей компании, в конце концов, как там бренда, как тоже, в общем-то, вот, ты же там даже, да, Антон упомянул, что там первое это выступление, как раз вы там ехали, рассказывать про то, чем вы занимаетесь, зачем там оно нужно и всякое такое. Вот, у Дениса это было, я так понимаю, по-другому немножко, там, наоборот, скорее его так позвали, что расскажи именно какую-то такую интересную вещь, и он не стал отказываться. Но, опять-таки, какая мотивация была, да, Денис, вот, раскрою поподробнее чуть-чуть. По поводу мотивации, пожалуй, рассказать то, что интересно самому, и преподнести, преподнести это так, чтобы было интересно. Дело в том, что тематика, вокруг которой я кручусь в моих публичных выступлениях, она имеет специфические стереотипы вокруг себя, и поэтому попытки их разрушить и рассказать правду об этой технологии, об этом явлении, это дополнительная мотивация. Ну, это, конечно, такая внутренняя маленькая такая, ну, тудушечка, типа, ну, вот сделать красиво, да, рассказать это вот как-то там эффектно, и самому себе вот, чтобы понравилось там, что вот... Да, чтобы понравилось и себе, и в первую очередь слушающим. Ну, да, да, хорошо, хорошо. Антон, ты как согласишься? Да, я без сомнения соглашусь. И, опять же, вот, я могу весь продолжать разделение собственного опыта на то, что было очень давно, и то, что сейчас. Вот очень давно, как бы тогда мотивации было, помимо того, что мы хотели там показать собственную компанию, казалось, что мы подходим к вот таким, ну, скажем так, в мире автоматизации, поиска каких-то качественных решений для технических переводов, всегда есть вопрос, вот это все говорят там, как сделать перевод качественным, а что такое качество. И это долгие годы, мне кажется, уже до сих пор вот в той индустрии такой прям buzzword классический. И казалось тогда, что мы делаем какие-то классные штуки в этой области, можем как-то рассказать что-то более предметное, и хотелось вот донести, показать, какие проблемы мы решаем, и что мы их решаем довольно успешно. Вот. А сейчас, когда мы говорим вот о всяких луо-темах, ну, наверное, в том числе это и такое желание немножечко систематизировать, устроить небольшую ретроспективу. То есть вот мы чем-то, чем-то, чем-то занимаемся несколько месяцев, а потом взгляд назад, что это были за проблемы, от чего мы отталкивались, куда мы пришли. Вот. Делая доклад, просто систематизируешь, обобщаешь, повторяешь для себя это. Оно как-то в голове отрисается и становится чуть более понятно, куда идти дальше. Просто я вот у тебя там, знаешь, как последние несколько докладов, ну, по большому счету, все-то так или иначе связаны там с вашей реализацией луо, да, и вот, но тем не менее, ты каждый раз находишь какие-то вот другие грани, по большому счету, вот этого проекта, этой как бы там тематики, да, то там, значит, какие там сложности, то вот там особенности там такие-то, сякие. Вот тоже интересно, как бы, не хотелось ли тебе что-то нового рассказать про что-нибудь совсем другое? Ну, я, конечно, в принципе, сразу задавая тебе этот вопрос, знаешь, вспомнил там твой доклад на какой-то там, на одной из встреч Луин Мозгу, когда у вас, да, в офисе, когда ты рассказывал там про лингвистические всякие штуки, вот такие для души, но это тоже выступление, тоже, в общем-то, как-то связанное с IT. Я, наверное, уже даже, надо тебе уже передать слово, чтобы ты сам раскрыл вот эту всю идею, мысли, как бы. Да, смотри, да, действительно, вот то, что я рассказываю, то, что связано непосредственно с тем, чем я занимаюсь на работе, это какая-то серия докладов о разной грани одного большого проекта, и при всем при том, что я вижу конечности этой тематики, потому что так или иначе, чтобы сохранять интерес, этих докладов не может быть бесконечно много, по крайней мере, пока до сегодняшнего дня было делать такие доклады крайне интересно, ровно потому, что это, например, вот, например, не можем мы, к сожалению, нашу реализацию лозу опенсорсить, а как-то бросить в зал идеи, обсудить, посмотреть, найдет ли это отклик там услушателей или нет, это было бы очень интересно. А вот когда ты говоришь о том опыте, да, в декабре я делал совершенно доклад, не связанный с работой, а так вспоминал былое и рассказывал про применение в Луо таких довольно экзотических лимфистических задачах, да, это был тоже очень приятный, классный опыт, когда можно было отвлечься и вот дать себе волю и такой сделать полу-научпоповский, полу-айтишный доклад. Было классно, я рад, что люди говорили, что им понравилось, это было очень приятно. Слушайте, тут вообще, на самом деле, я вот так смотрю, в принципе, знаете, есть два таких вот, ну не направления, в смысле типа докладов, да, одни это доклады именно связаны там с профессиональной деятельностью, другие, вот о чем мы тут как раз сейчас обсуждаем, это какие-то, ну там, пэт-проекты, какие-то технологии, которыми люди интересуются где-то вне работы, да, и причем могут быть совсем из другой области как-то там, но тем не менее, которые тоже, из которых тоже могут получаться вполне себе интересные доклады. Вот кажется немножко, что это проразное, но, то есть, ну в первом привлежении мне раньше казалось, что сложно сделать хороший качественный доклад по какой-то вот там фан-теме, ну то есть какой-то, ну либо ее надо очень сильно глубоко прорабатывать, да, а вот так типа, ой, я тут попробовал какую-то новую там плюшку и сразу бежать рассказывать, это мне кажется не очень интересно, но как показывает практика, даже вот, даже так все равно получается сделать что-то интересное, ну вот там на примере каких-то других там докладов, там на Moscow Jazz я там периодически бываю, вижу, слышу такие доклады, вот вы что про это думаете, Денис? Ты сказал фразу фан-тема, дело в том, что вот у меня любопытное совпадение, моя профессиональная область это и есть моя фан-тема, поэтому все, что я рассказываю, связанное с моей непосредственной работой, так или иначе, то это то, что как раз связано с тем, что мне очень нравится, а если даже я упоминаю какие-то, как ты сказал, пэт-проджекты, так они у меня тоже в той же самой области, в той же самой стезе, поэтому у меня это неразрывно, именно поэтому мне нравится рассказывать про это. Ну да, тут вот видишь, есть такая грань, когда оно все совпадает. Да, давай, Антон. Не могу не заметить, что очень клево, то, что говорит Денис. Отчасти я с ним согласен, ну как согласен, то, чем я занимаюсь на работе, да, это то, что мне нравится, и это то, что мне приносит кучу удовольствия. Вот, проблема начинается там, когда, например, выступал на прошлом Highload, рассказывал про то, как мы пытались забарывать какие-то, донастраивать наш JIT-компилятор, который нам достался от Logite, и вроде бы, казалось бы, это смешно, это клево, это так весело, а на прогонах начинают говорить, ну там все хорошо, только вот можно чуть поменьше слайдов с ассемблером, потому что, мало ли, вдруг это будет не всем интересно. И поневоле приходится держать себя в руках, то есть иной раз хочется там, эх, разудись плечо, но понимаешь, что иногда это может просто показаться, к сожалению, скучно. Хотя вот ходишь на работу ради удовольствия, это так весело и это замечательно. Слушай, ну ты как раз, знаешь, затронул такой вопрос интересный, как вот на технический какой-то, технический доклад, да, слайды, подготовка слайда в целом, но и вот как для технического доклада найти вот этот компромисс, чтобы было с одной стороны и не скучно, да, то есть как бы люди, чтобы не заснули и не устали, и с другой стороны именно показать какие-то куски кода, ну потому что в конечном итоге, если ты рассказываешь про какую-то там технологию, так или иначе связанную там с программированием, да, именно если мы говорим там про наши айтишные направления, ну как бы код – это неотъемлемая часть, да, это неотъемлемая составляющая. В любом случае вот на пальцах объяснять какие-то вещи – это крайне тяжело, и, собственно, слайды для того и нужны, чтобы там показать этот несчастный, там, не знаю, синтаксис, эти несчастные применения, там, API, вызовы, что-то. Вот, как бы, как найти эту золотую середину? Понятное дело, что мы тут с вами троем все, в общем, далеко там не профессиональные, мега-гипер-супер-пупер там обученные и прочитавшие сто миллиардов тысяч книг там по публичным выступлениям люди, но тем не менее вот как бы ваши ощущения, как соображения вот на основе там вашего опыта выступления все-таки там некоторое количество есть за плечом, за плечами. Денис, ты что думаешь? Я очень много размышлял об этой теме и много изучал об этой теме. Дело в том, что большинство материалов, предназначенных для подготовки к публичным выступлениям, они, к сожалению, не относятся к технической тематике. Почему? Потому что, если взять за 100% все публичные выступления, происходящие в мире, то технических программистов английских выступлений на самом деле очень немного. Ну, безусловно, да. Да. И поэтому мне приходилось искать отрывки, обрывки. Мне посчастливилось найти великолепную презентацию Саймона Пейтона Джонса, если кто не знает, кто это. Это один из создателей языка Хаскелл. И этот человек, за плечами которого бесчисленное количество не просто технических, а сложных технических выступлений, он сделал доклад специально посвященный тому, как подготовить программистскую презентацию. О, интересно. Да. Со всеми практическими, точными рекомендациями, начиная от размера и величины кода и заканчивая продолжительностью презентации. Я могу сказать так. Золотая середина, безусловно, нужна. С одной стороны, мы не можем обойтись совсем без кода или каких-то, не знаю, схем, таблиц. С другой стороны, я все больше и больше убеждаюсь, и не только мой опыт доказывает, но и опыт моих коллег, которые выступают в России и за рубежом, что в общем и целом мы должны стремиться к простоте. Если мы возьмем некую эталонную золотую середину, то лучше уйти в простоту вот этой середины, чем в сложность. Пусть лучше это будет меньше, чем больше. Пусть лучше это будет проще, чем сложнее. Но зато лучше для восприятия, как бы, в конечном итоге. То есть, конечная цель же заинтересовать и… Да, совершенно верно. Дело в том, что здесь мы упираемся во второй вопрос, который фундаментально важный при подготовке любой презентации – знать свою аудиторию. Если мы говорим о теме, которая может быть трудной для конкретной аудитории, это одно. Если мы подбираем специальную тему, которую знают 99% сидящих в зале, это другое. У меня был опыт, я говорил о вещах в точности совпадающих с настроением аудитории, либо бывало так, что я говорил сложнее, чем могли воспринять люди, либо наоборот. Я привожу примеры, стараясь быть несложным, ко мне в конце подходит, говорит, Денис, все хорошо, но мы это уже почти все знаем. И, соответственно, эта золотая середина, в нее трудно попасть всегда. Я даже думаю, в нее невозможно попасть всегда. Но нужно стремиться к ней. И в общем и целом правила технических презентаций, программных, по фреймворкам, по технологиям, по новым инструментам, по новым компиляторам. В общем и целом базовое правило, в правоте которого я убедился уже многократно, лучше идти в простоту, лучше слегка попроще, чем потруднее. Почему? Потому что в конце концов люди, которые заинтересуются, если таковые будут, они потом откроют твою презентацию, они там зайдут на твои проекты, страницы репозиторий и изучат детали там. Но в ходе конференции, когда доклад сменяется докладом, мозги устают, говорить чуть сложнее это хуже, лучше чуть проще. Ну да, Антон, ты что думаешь? Ну к этому могу добавить только то, что да, вот это вот правило простоты лично мне удается, удалось, наверное, удается с некоторым трудом. И, зная за собой вот такой грешок, я для себя такую методу применяю. Я стараюсь чуть побольше в слайды впихнуть всякого, скажем так, хардкора, а потом все равно есть прогоны. Все равно я буду себя слушать. Ну то есть первый прогон, у меня даже нулевой прогон еще до того, как я излагаю что-то, например, программному комитету или коллегам, я его излагаю, я излагаю материал жене, которая совсем не айтишник, не программист, но в этот момент я могу послушать, насколько вот это все звучит на слух, то, что я хочу рассказать, и уже в этот момент начинает, становится ясным, что можно отсечь. А потом уже что-то отсекли, оно стало попроще, потом я, скажем так, делегирую часть ответственности на вот тех, кто меня прогоняет, в конце концов, ну для чего-то они есть, пусть они дадут советы, и они мне уже говорят, смотри, вот тут сложно, тут не срабатывает, тут не заходит. И как-то вот так получается, таким вот, в несколько итераций, как правило, это все работает на упрощение. Вот. А мне кажется, в другую сторону сложнее делать, вот если ты сделаешь проще, а потом тебе говорят, слушай, ну надо будет что-то вот слишком просто, надо усложнить. Мне кажется, в этом случае очень будет, ну, тяжелее найти то место, где расширить, где больше раскрытий, в конечном итоге, ну, как-то, даже не знаю, можно ли вот в обратном направлении действовать. У меня было, знаешь, такое, мне говорили, допустим, там, маловато материала, добавь еще кейсов. То есть, например, воткни еще один, или там, вот ты рассказал о каких-то историях успеха, ну, расскажи об истории провала тоже, например, если есть время, да, и если еще хочется добавить чего-то интересного. Вот как-то так. А, ну, если какие-то такие, да, в принципе наверняка можно найти, да, типичные, типичные кейсы, которые всегда можно, там, больше примеров, больше каких-то там, я не знаю, ну, вариантов использования, про это что-то рассказать, наверное, вот так. Либо там где-то, например, добавить больше какой-то теоретической части, или наоборот там убрать, добавить больше практической, да, вот в этом ключе, наверное. Ну, да, наверное, как так. Так, слушайте, а вот, ну, что еще вы считаете, вот, по вашему мнению на слайдах, такой техническом каком-то там конференции, да, выступлении должно быть? Ну, понятно, что какие-то там тезисы, да, какие-то ключевые, наверное, фразы, какие-то куски кода, опять-таки, вот, как мы уже поняли, не в очень большом количестве, а где-то, где-то примерно в достаточном и не очень насыщенные. Вот схемы, как вы относитесь ко всяким там сложным схемам, когда надо какую-то там, не знаю, алгоритм показать или еще что-то, вот, как быть с такими штуками, концепциями каким-то, ну, каким-то вот концептуальными темами, которые надо как-то изобразить, чтобы они стали более понятны, про которые вы рассказываете. Вот, Денис, у тебя, наверное, какая-то там какие-то такие вот есть вещи, когда там надо как-то объяснить какую-то концепцию, которую там, ну, словами окей, да, ты, конечно, проговариваешь все это, но вот как-то визуально надо изобразить, как быть. Мне как-то так повезло, все темы, с которыми я выступал вот последние 5-6 раз, они, во-первых, не содержали ничего по-настоящему сложного, потому что в целом я иду по линии, мои доклады, они не хардкорные, я не готовлю хардкорные доклады по причинам, по двум причинам, я смогу сказать о них позже. В целом мои доклады намеренно простые, они для той части аудитории, которая не относится к прокачанным корифеям, а наоборот, относятся к людям, которые хотят познакомиться, въехать, понять. И поэтому в этом случае, чтобы отразить идею, отразить концепцию, мне не нужны сложные блок-схемы или сложные иные схемы. Вот, например, на предпоследней конференции FPConf, что ежегодно проходит в Москве, это единственная конференция по функциональному программированию в Москве, я рассказывал о теме, которая, с одной стороны, была новая для многих присутствующих, это тема про, скажем так, усовершенствованные типы для языка Haskell, а с другой стороны, показать эту концепцию мне можно было на примерах кода размером в прямом смысле слова три или четыре строки. И в этом случае было понятно донести. Мне просто не потребовалось рисовать сложные схемы, и я могу сказать, что в большинстве случаев, только если это не конференция уровня серьезного академизма, куда априори приезжают только подготовленные слушатели, то я считаю, что на таких обще-айтишных, общепрограммистских конференциях, как я их вижу, по большей части, если ты решил выложить на слайд блок-схему с количеством элементов больше десяти, подумай дважды, нужна ли она там. Ну да, ну знаешь, ты вот уже, мне кажется, тоже правильную мысль озвучил, которую я как раз хотел поддержать, что мне кажется, вообще на таких айтишных конференциях, ну какой-то хардкорные, хардкорные прям вот такие настоящие тематики там с ассемблером прям взрываясь глубоко-глубоко, они в принципе, я в них не вижу прям вот какой-то большой ценности в этих докладах такого уровня, да, потому что, ну как бы это скорее всего и заведомо точно не будет интересно всем, да, потому что это такие глубокие там вещи, которые ну большинство людей просто даже не знают, не задумываются о том, что они там есть, и они сложны в изложении, да, в конечном итоге, они сложны вот в этом донесении их сути, то есть и доклад слушать тяжело, и докладчику надо очень сложно и долго так как бы готовиться, и как бы какой смысл, если это интересно там нескольким людям, но наверняка вы уже с этой проблемой где-нибудь можете там лично в конце концов пообщаться или там обсудить где-то там в каких-нибудь там списках рассылки, еще где-нибудь, ну то есть в более специализированных местах, и это, наверное, как раз таки не есть сама цель доклада на конференции, где, мне кажется, основная задача именно вот как-то показать технологию, рассказать какую-то интересную идею, концепцию, которую, ну в конечном итоге может быть применена большим количеством там людей, которые про нее услышали. Знаешь, я могу пояснить, уточнить одну деталь. Ты сказал на айтишных конференциях, важно понимать, что если взять за 100% все айтишные конференции, которые проходят сейчас, то то, что ты сказал, для 80%, может быть, даже чуть больше процентов, справедливо, так и есть. Почему? Потому что туда приходят зачастую люди, которые просто что-то слышали, где-то видели, хотят разобраться. Но есть определенный процент айтишных конференций, как, например, поставлю здесь в образец ICFP, это Международная конференция функционального программирования, это крупнейшая и самая крутая во всех смыслах этого слова, FP-конференция в мире ежегодная. Так вот, люди приезжают туда специально для того, чтобы послушать хардкор. И когда в данном случае я говорю слово хардкор, я имею в виду такой хардкор, друзья, что действительно, я могу сказать, я не чувствую себя способным восприять даже треть того материала, который там выводится. Но я знаю, что многие люди приезжают туда и потом делятся в Тридер, ну здорово, такой интересный доклад, и я увидел новые горизонты. То есть видно, что люди способны воспринимать слайды. Вы знаете, там такие слайды бывают. Это не три строчки кода Hello World, это сложные, это сложные идеи, это сложные концепции. Поэтому для некоторых, как уже было сказано, знать свою аудиторию, для некоторых конференций ты в каком-то смысле слова должен хардкорить. От тебя ожидают хардкор. Но в большинстве случаев, большинство конференций, которые я вижу вокруг нас, Москва, Питер и в регионах, действительно лучше, как уже много раз было сказано сегодня, лучше идти в перекос простоты, чем в перекос сложности. Ну да. Антон, ты расскажи твои впечатления. Вот ты там всяких тоже, в общем-то, и на наших, ну там, понятное дело, луашных российских митапах, каких-то конференциях выступал и в других местах. Вот как твои ощущения по этому поводу, про сложности? Вот ты что думаешь? У меня такой есть критерий. С одной стороны, я не против послушать хардкор, и если кто-то просит хардкор, я всегда могу что-нибудь хардкорное рассказать. Единственное, что вот, ну не знаю, у меня довольно слабое зрение, там почти минус шесть, и поэтому каким бы хардкорным доклад ни был, я все равно хотел бы, чтобы на нем не было каких-то уж слишком мелких блок-схем, и даже если нужно что-то сделать хардкорное, то было бы прям вот идеально. Я всегда благодарен докладчикам, которые думают, ну вот и о таких случаях тоже, да, и чтобы можно было их не только из первого ряда хорошо воспринять эти слайды, одновременно, конечно, слушая саму презентацию, но и там, скажем, откуда-нибудь из середины зала, не напрягая глаза, даже несмотря на очки, да, ну такой вот очень хороший формальный критерий. Должно быть хорошо видно, не нужно напрягать зрение, и вот когда ты видишь и слушаешь какой-то связанный доклад, пусть это будет хардкор, тут уже, наверное, какие-то уже могут помогать персональные какие-то навыки докладчика, навыки опыта, публичных выступлений, наверняка можно донести и даже такие сложные мысли без того, чтобы перегрузить слайды. Ну вот разные плюсовые конференции приходят на ум, и разные спикеры из мира плюсов, люди, сам не знаю, из комитета по стандартизации, вот, часто излагают довольно-таки такие сложные, абстрактные концепции, и не всегда это сопровождается каким-то перегруженным визуальным материалом, и вот это, мне кажется, совсем такой тот высший класс, к которому очень-очень хочется стремиться. Ну, да, слушай, интересно. Слушайте, ну, смотрите, мы так все как-то больше пока еще абстрактные вещи такие более, ну, теоретические, что ли, и больше как-то про наше здесь выступление, но вот хочется как-то уже подойти к, как подойти к вопросам, как, ну, мы все там русскоговорящие, но по понятным причинам, в общем, в айтишном мире, ну, де-факто английский язык является стандартом, да, и на нем, в общем-то, разговаривают все, по сути, разработчики, там, айтишники, потому что все, все, все проекты, документация, все, все на английском. И вот тут встает вопрос, ну, понятно, что какие-то локальные метапы, конференции, выступить, это все здорово рассказать, но по понятным причинам они не могут быть восприняты более широкой, там, мировой аудиторией, да, в которой в конечном итоге вроде как хочется тоже поделиться, ну, вот, если я что-то знаю, да, локально это хорошо, но хочется, чтобы кто-то там в мире тоже кому-нибудь это может быть тема интересна. И тут мы, вот, подходим к вопросу о том, что выступать на английском хорошо, но это, мне кажется, очень непросто. Вот, ну, вы, там, расскажите про ваше, вот, там, выступление, Денис, ты вот выступал тоже уже на английском языке, и вот расскажи про свое впечатление, во-первых, как ты готовился, вот там, ну, и вопросы, связанные с языком, да, потому что, понятное дело, что, там, тематика, она понятна, ты ее знаешь, понимаешь, про что писать, про что рассказывать, но вот именно больше, наверное, какой-то языковой барьер все же такой, самый, наверное, проблематичным вопросом было, либо же какие-то еще, может быть, там, совсем другая аудитория, вот, ну, твои, там, ощущения, переживания, какие у тебя были? Да, действительно, в ушедшем году у меня был опыт первого в моей жизни выступления на английском языке на конференции в БАЙ, что в Минске, и при подготовке к этой конференции было правило о том, что у нас будут англоязычные спикеры, и те, кто русскоязычные спикеры, формально имеют право выступать на русском языке, но из чувства профессиональной солидарности, с одной стороны, и чтобы вас поняли гости, с другой стороны, лучше выступать на английском языке, и я решился, это было, конечно, страшно, хотя забегая вперед, скажу, потом, уже даже не после выступления, а в процессе выступления я понял, что это совсем и не страшно, действительно, здесь у страха глаза велики. Мне, конечно, из-за того, что это было на английском языке, мне потребовалось делать собственные прогоны перед зеркалом, перед камерой несколько раз, на русском языке мне уже не нужно делать это так много раз, а здесь мне нужно было сделать набросок, набросок концепции фраз, чтобы это было более или менее грамотно, конечно, в процессе выступления я допустил много ошибок и несколько очень смешных на слух, в частности, дело в том, что мне нужно было сказать про чистые функции, а чистые функции, это функции, которые не могут смотреть во внешний мир, он для них не существует. И я хотел привести такой оборот, опасная вселенная, и вместо фразы Danger Universe я сказал Danger University, причем более того, я повторил это три раза, и только потом на видеозапись я понял, что я сморозил такую смешную чушь. И могу сказать, что с одной стороны это было страшно, но когда я перешагнул через этот языковой барьер, именно он был главной, главной такой пеленой перед глазами, и было несколько страхов. Первый страх, что меня не поймут, а второй, даже еще более сильный страх, что мне начнут задавать из зала вопросы на английском языке, носители языка, и я их не пойму, и мне будет очень стыдно, что мне задают вопросы, и я его не понимаю. Как выяснилось, что все вопросы, которые мне были заданы, я их понял, хотя преимущественно задавали мне их русскоговорящие ребята. Но в целом это оказалось совсем не так страшно, и перешагнув один раз через этот барьер, почему я считаю, что разработчик, выступающий публично, должен перешагнуть через англоязычный барьер, потому что когда он сделает это один раз, он будет готов сделать это вновь и вновь. Первый раз самый трудный. Ну да, первый шаг всегда самый трудный. Антон, ты что скажешь про Денисову замечания и мысли? А я вот, кстати, не могу сказать, что для меня это было как-то трудно, но, как я уже сказал, самое первое выступление далекое у меня было на английском языке, и в прошлом году я на конференции Луэйн Москва тоже делал доклад на английском языке. Ну то есть, скажем так, я давно смирился с тем, что у меня далеко не оксфордское произношение, и да, в беглой речи я могу допустить и буду допускать какие-то ошибки, мне кажется, это нормально, и вот я не знаю почему, но вот этого страха у меня никогда не было. Не знаю, может просто повезло. Вот. А слайды на английском мне даже иногда не нравится делать больше, чем на русском, потому что, ну, наша терминология этишная, она же изобилует англицизмами. И очень смешной пример, вот буквально уже прошедшей там прошлую субботу конференции, да, мне нужно было рассказать про, вот мы делали-делали, как-то меняли нашу кодовую базу и уменьшили там каплинг. И начинается, значит, полезешь в Википедию, сцепление это или зацепление, или кто-то называет это так, кто-то называет... Связывание какое-нибудь там, да, вот это все. А мы же привыкли, да, все, ну, не знаю, там, у нас когда с коллегами общаешься, вот каплинг, кохижин, да, все понятно, произнесен, естественно, там с акцентом, но все привыкли. А оказывается, вдруг, мне показалось, что даже какого-то единообразного перевода на русский нет. То есть, нам есть какие-то более академическое употребление, более академический перевод термина, какой-то тот или вариант, который есть в статьях, вот. И вот такая ситуация. В результате я просто, вроде как слайды были на русском языке, но я прямо ляпнул по-английски, там, каплинг, чтобы все поняли, все нормально, не было какой-то двусмысленности, вот. И вот как-то так. Слушай, ну... На английском-то слайды готовить в чем-то и полегче. Ну да, ты знаешь, тут тоже такая тема, мне кажется, несколько там, ну, не холиварная, но тоже на нее есть несколько мнений, вот про слайды, да. Должны ли быть слайды на том языке, на котором ты рассказываешь, и опять-таки, вот в силу специфики нашей айтишной отрасли, что много это англицизмов, как-то ты уже только что сказал. Стоит ли их переводить или не стоит? И вот... Вы что думаете про это? То есть, стоит ли переводить обязательно, не обязательно? Или нормально, когда ты рассказываешь по-русски, а доклад по-английски? Но тут опять-таки есть боязнь, опасение того, что будут какие-то, придут там молодые ребята, которые еще, например, английский не знают. Они, да, тебя по-русски слушают, вот как быть? Да, я согласен. Моя позиция предельно проста и категорична. Язык слайдов должен соответствовать языку доклада. Без исключения. Если ты говоришь на русском, будь добр подготовить слайды на русском языке. Если на английском, понятно, на английском. Бывает, конечно, что человек выступает на двух соседних конференциях. Условно, одна конференция на той неделе, другая конференция на этой. И та на английском языке. И были английские слайды, а это на русском языке. Он не успел перевести. Это исключительная ситуация. Пожалуйста. То есть, нет здесь никакого преступления. Но если ты можешь, ты готовишь доклад на русском языке, то я считаю, что это вопрос некой консистентности и ожиданий. Если я иду на презентацию на русском языке, я ожидаю увидеть слайды на русском языке. Это при том, что для меня лично это не проблема прочитать любые слайды на английском языке. Но я ожидаю соответствия языков. Слушай, а как вот быть со всякими такими терминами, которые действительно, ну, какие-то, я не знаю, там, CPP, я не знаю, условно просто название, там, программ, компонент, которые не надо переименовывать, но вот, а как вот сказал Антон, там, каплинг, еще что-нибудь, вещи, которые вроде как, это и не то, чтобы прям вот термин, который, ну, в смысле, можно взять as is, а именно вроде как термин, который по-русски должен быть какой-то эквивалент. Вот как быть с такими? Ты сам как думаешь? Вот. Ну, самый канонический пример из мира функционального программирования это паттерн-матчинг. И его так все называют паттерн-матчинг, паттерн-матчинг. Хотя формально в русскоязычной литературе есть термин сопоставление с образцом. Ну, вы вдумайтесь на слайде сопоставление с образцом. Это очень длинно. И, как правило, так никто не говорит. Поэтому я спокойно отношусь, когда это написано русскими буквами, паттерн-матчинг, например, да. Вот. Ну, в целом могу сказать, здесь нет жестких рамок, жестких законов о том, как именно это должно быть переведено. И 100% всех терминов презентации должны быть переведены под русские аналоги. Но в целом, как я уже сказал, еще раз повторю, я ожидаю. И не только я. Я знаю, что многие слушатели ожидают соответствия языков речи и слайдов. Ну, в общем, да. Я здесь с тобой полностью согласен. Я тоже как бы, да, именно ожидаю, что какой язык, ну, и слайды должны быть на нем же. Просто очевидно, что аудитория предполагается именно этого языка. Вот еще другой интересный вопрос. Это... Вот, смотри, в конференции, как там даже ты, Денис, вспоминал, проходила там в Минске, соответственно, в принципе, русскоговорящая, по сути, там, аудитория, да, по большей части. Но из вот солидарности и, в общем, чтобы не обижать там зарубежных докладчиков, решили сделать всю конференцию на английском. Это вот вообще идея мне очень нравится. Сразу как бы скажу свое мнение. Мне прям близка эта идея. Вот в этом плане там, опять-таки, там наш Луэн Москл, наше сообщество тоже, вот когда приезжают какие-то там докладчики, большая такая, Луэн Москл, они проходят, вот я вспоминаю, там, 14-й год доклады на английском языке, как бы это вообще суперклассно. И даже все наши ребята, они тоже рассказывали на английском. И мне кажется, это, в общем-то, правильно. Да? Вот. Но тут, опять-таки, вот кто-то может возразить, сказать, ну, как же так? Ну, я же вот тут живу, я же вот там, не знаю, там, пришел, ну, там, школьник, не знаю, неважно, там, пусть даже студент, послушать, я там еще небольшой специалист, и мне это интересно, а вы, значит, даже там, вот, Вася, а он по-английски рассказывает. Ну, что за дела? По-русски, что ли, не мог рассказать? Ну, как так? Как здесь вы что думаете? Вот, Антон, твои мысли. Не знаю. Я не очень... Я не знаю, может, я витаю там в облаках и живу в каком-то идеальном мире, но даже если вот кто-то пришел послушать Васю и не воспринимает Васин английский, уж, мне кажется, можно понять Васины слайды и потом перехватить, схватить Васю за пуговиц в кулуарах и поговорить с ним или там, не знаю, на автопате или где угодно и уже по душам по-русски на родном языке пообщаться. Потому что в данном случае, мне кажется, когда, если на конференцию привозят спикеров отовсюду, то есть не только какое-то локальное сообщество, то, конечно, чем... Ну, очевидно, вот английский знают все, и если уж мы привозим спикеров и нам хочется с ними пообщаться, то чем больше и они поймут, чем, например, занимаются, чем живет, чем дышит наше сообщество, и тем сообщество больше воспримет от них информацию, мне кажется, это какое-то такое взаимовыгодное сотрудничество, и как-то уж вот такие вопросы того, что кто-то не поймет в асиндоклассе сцены, но всегда можно какие-то детали обговорить позже. Вот. Как-то так. Я согласен полностью со своей стороны. Более того, я могу привести пример IT-конференции в Ереване. Это одна из нескольких ежегодных, уже ежегодных IT-конференций Армении. И вот я был в том году на одной из таких, и что меня приятно поразило, основной контингент это молодые ребята и девушки. Да, девушки тоже были на айтишной конференции, конечно же. По слову молодой, я имею в виду 18, 20, 25 лет. Это только студенты, по сути, такие вот самые-самые молодые. Да, да, совершенно верно. И вот что меня приятно удивило, во-первых, значит, там один из гостей это был технический евангелист компании Red Hat, американец. И он говорил на американском языке, и что меня на американском языке, вот прям, вот в самом прямом смысле этого слова, быстро проглатывая окончание. Так вот, когда он шутил, зал смеялся, то есть, его понимали. Меня приятно удивило, что люди в теме, они понимают американский язык. Еще раз повторю. Это во-первых. А во-вторых, когда среди выступающих, там, конечно, добрая половина выступающих была армяне, так вот, они, большая часть из них, тоже говорили на английском языке, хотя могли бы тоже сказать, это на армянском. Тоже из некого, упомянутого ранее, чувства профессиональной солидарности. Я считаю, это правильно. Если мы зовем людей из разных стран, они будут говорить на английском языке, то если будут говорить только они на английском языке, а все остальные будут говорить на русском только лишь потому, что это в России, или на армянском, только потому, что это в Армении или как-то в других странах, вот, то я считаю, это будет некое рассогласование. А что касается упомянутой проблемы, что кто-то может не понять, тут можно сказать двумя вещами, двумя факторами. Первый фактор, ну, в конце концов, это твоя проблема. Звучит жестко, но английский язык был, есть и будет языком нашей профессии. А во-вторых, как, например, мне поделились организаторы ежегодной крупнейшей российской Руби-конференции, Рейлс-конференции, Рейлс-клаб, они, приглашая известных в этой профессиональной стезе зарубежных гостей, они всегда предлагают набор около ста штук, возможно, будет больше или меньше, автопереводчиков, гарнитур. И вот интересно, что многие из них берут эти гарнитуры и слушают как бы в режиме реального времени перевод. Многие из них делают это даже не потому, что они не понимают английскую речь, а потому, что они хотят расслабиться и расслабиться в том смысле слова, что не тратить усилие мозга на перевод и понимание, а тратить его только на восприятие материала. То есть, иными словами, мы можем сделать и такую техническую хитрость, которая поможет упомянутому ранее студенту, который не понимает, ну окей, возьми эту штучку и тебе будет понятно. Слушай, ну да, ты про это вспомнил, я про такое встречал только на разных конференциях, там типа Oracle, ну то есть, каких-то вот таких интерпрайз-компаний каких-то крупных, которые, ну в общем, могут себе позволить там и в каждый зал там по переводчику посадить, да, профессиональному, который будет там, значит, синхронно все это переводить. Я правда ни разу не надо когда-нибудь было попробовать, просто послушать, что там за перевод, никогда как-то не пробовал, просто насколько он действительно вот как бы качественный, да, мне как-то всегда, всегда это, ну там у меня с английским проблем особых нет, поэтому мне всегда это казалось странным, то есть как-то слушать перевод, но действительно, да, для если ты там проблемы с языком, то можешь. Слушайте, а вот были у вас примеры, когда знаешь, да, доклад на английском, окей, все его послушали, а вопрос там человек на русском задает или вот что-нибудь такое? Были, конечно. Обычно всегда есть, ну опять же, либо это ситуация, когда есть какой-то более-менее официально организованный перевод, и тогда кто-то со стороны организаторов переводит вопрос, ну либо некий доброволец из зала переводит вопрос на английский докладчику, потом если надо переводит ответ, и, в общем-то, по-моему, всегда это оканчивалось коммуникативным успехом, каких-то явных таких вот неудач и полного отсутствия взаимопонимания я не помню. Ну да, что ж, в принципе, да, наверное, так бывает. Слушайте, а вот что скажете, вот когда вы там выступили на английском, да, даже вот как, наверное, конечно, потом общались с другими докладчиками, ну собственно, там именно англоговорящими там ребятами, как они там, то есть, вот воспринимали ваш доклад, то есть, вот просто есть такое мнение, да, бытует, в принципе, когда что, ну вот там у всех такой акцент дикий, с ним вообще там никто тебя не поймет, и ужас, надо там английский очень сильно подтягивать. Сейчас я отвечу, сейчас я отвечу. Ну я знал, да, что ты, так сказать, сейчас воодушевишься таким вопросом, давай. Да, да, дело в том, что я прошел через эту стадию всецело, стадию страха о том, что, вот как было Антоном сказано по поводу вот не Оксфордское произношение, дорогие мои, после работы вот уже во второй англоговорящей компании, распределенной компании, где люди из разных стран говорят на английском языке и для многих английский не является родным, после прослушивания многих презентаций технических на английском языке от людей, для которых английский не является родным, я могу сказать, друзья, одним словом, вообще не парьтесь по поводу акцента, не существует этой проблемы, она существует только в головах людей, учившихся вот в этом позднесоветском школьном англоязычном образовании, когда мы боялись о том, что наш акцент может быть непонятен, я слышал индусов, греков, поверьте мне, у большинства русскоговорящих людей, говорящих на английском языке, акцент лучше, и ошибок произношения меньше, чем у них, и однако, вот тем, упомянутым мною, индусам или грекам, это абсолютно не мешает выступать на международных, крутейших конференциях, и рассказывать об очень серьезных вещах, об очень сложных вещах, и если оценивать их английский вот этими вот, знаете, старошкольными экзаменационными формами, это плохой английский, это неправильный английский, там много неправильных, откровенно неправильно произнесенных звуков, там грамматические ошибки, путаница времен, и вот вся эта ерунда, о которой мы так беспокоились, давая тесты в университетах по английскому языку, но в реальной жизни это вообще не проблема, и чем раньше человек, выступающий, желающий выступать на английском языке, выбросит этот страх из своей головы, тем лучше, потому что он будет беспокоиться о том, о чем вообще нет смысла беспокоиться, дело в том, что теория лингвистическая очень простая, примерно полтора миллиарда человек сегодня говорят каждый день, говорят на английском языке, из них английский является родным, первым языком для 350 максимум 400 миллионов, язык всегда меняется, когда в одной компании, в одной команде есть русский, итальянец, грек, француз и немец, и все они говорят на английском языке, который для них не первый, поверьте мне, это не проблема, все совершают ошибки, сложные ошибки, примитивные ошибки, тупые ошибки, смешные ошибки, и это абсолютно не проблема, никто не будет над вами смеяться, никто не будет показывать пальцем, и я могу сказать, что если мы говорим именно о презентации, я имел возможность слышать на видеозаписи презентации с английским, ну знаете, вот в том стиле «let me speak from my heart», знаете, о ком я говорю, да, и я, и в зале сидело много людей носителей языка, и для них это, конечно же, было как ножом по ушам, казалось бы, но это не помешало им понять и задавать вопросы докладчику, никто не смеялся, никто не показывал пальцем, поэтому вот все эти разговоры, акценты, произношения, забудьте вообще. Ну да, мне кажется, ты так прям очень уверенно это сказал, что уже, мне кажется, все, кто даже боялись, должны были перестать этот момент. Я, ты пока говорил, я вспомнил… Да, давай, Антон. Извини, что я перебью, я здесь просто могу козырнуть своим лингвистическим прошлым, и даже если столь проникновенное и действительно правильное пассаж, который только что Денис озвучил, вот великолепно, и прямо официальная лингвистика полностью на его стороне и не знаю там, ну, все ровно так, бояться не нужно, ну, хотя бы ровно потому, что все равно никогда не будете говорить как носитель, ну, смиритесь с этим, ну, так. И это касается, как бы, а теперь вы этот тезис можете применить не только к вам, но и к любому другому человеку, для которого английский неродной, вы оказываетесь в равных условиях, ну, в общем-то, чего бояться, не надо ничего бояться, вот. И еще, что хотелось бы добавить, у меня еще был такой небольшой опыт выступления в академических кругах, еще вот до того, как я начал работать программистом, мне кажется, что культура ведения дискуссии на английском языке, она чуть более такая расслабленная, чем, например, мы привыкли в университете, например, чем у меня был. Ну, то есть, там как бывает, читаешься какой-нибудь доклад на семинаре, тебе задают вопрос, ты не понял вопрос, и почему-то, не то, чтобы это как-то явно проговаривается, но подразумевается, что переспрашивать, уточнять, это как-то стыдно, там, что, неужели ты настолько глуп, что ты не понял вопрос? Мы же по-русски, да, тебе сказали, что ж ты сразу не осознал, что ли, да. А как раз, когда ты говоришь, вот, никогда не было, никогда не было проблемы, выступая по-английски, и когда не понимая вопрос, сказать, уточнить, там, позвольте уточнить, или там, правильно ли я понимаю, что это нормальный элемент дискуссии, таким образом можно утрясти все непонятные моменты, и ответить, например, ровно на то, о чем тебя спрашивают. Вот. Ну, да, согласен, я что хотел сказать, как раз, пока Денис говорил, там, про индусов, я вспомнил, что есть такой подкаст, в последнее время, правда, что-то его несколько выпусков, несколько недель я не видел, но называется Mapping the Johnny, ведет его какой-то товарищ, в общем, да, индус, и он, что вот его английский, вот он, вот такой, какой, про который говорил Денис, что, да, мне кажется, наш такой российский именно акцент, русский, он просто великолепен по сравнению с индусским, вот, но это не мешает этому товарищу звать к себе в гости, ну, я не знаю, там, Бьорна Страуструпа, да, вот так позвать просто, и выяснить там у него, не мешает ему позвать там, я не знаю, ну, в общем, разных крутых чуваков таких, просто действительно, там, и в том числе, там, и из Англии, да, и абсолютно нормально с ними, естественно, пообщаться, и никаких проблем нет, поэтому, друзья, не стесняйтесь, не бойтесь этого, вот, о чем мы тут втроем говорим, ну, и Денис в первую очередь, с такой уверенным позывом, мне кажется, это, 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 это не страшно, надо просто один раз через это перешагнуть, давайте, наверное, дальше немножко попробуем как-то поделиться с какими-то своими такими лайфхаками в подготовке, вот, какие-то моменты, там, ну, вот уже мы тут много чего, в принципе, озвучивали, да, там кто-то, вот Антон там жене рассказывает, значит, кто-то там пытается записывать там перед зеркалом себя, еще что-то, какие-то моменты есть, прогоны, там, больше записать, сделать больше слайдов, чтобы потом там, значит, на прогонах это немножко подрезать, вот, какие еще, может быть, ну, у вас есть там свои личные, есть какие-то, может быть, общие такие, давайте вспомним, подходы к, там, подготовке, да, вот, какие-то такие моменты, которые в конечном итоге, ну, они, неплохо их знать и там применять, и не бояться, и понимать, что в конечном итоге они дадут только плюс, выигрыш, при подготовке к выступлению. Ну, кто-нибудь, кто хочет начать? Давай, Денис, ты, наверное, что ли? Ну, давайте я начну. Здесь, когда мы говорим о подготовке к выступлению, понятно, что фундаментально эта подготовка делится на два больших куска. Это подготовка презентации, тех самых слайдов, и подготовка самого публичного выступления. Интересно, что многие люди, и я раньше думают, что когда речь идет о технической презентации, то есть, не там о глобальном потеплении, или там проблеме гендерного неравенства, о чем говорят на конференции TED, например, а когда мы говорим именно о технической, сложной технической теме, то бытует мнение, что слайды – это главное, а ты, как докладчик, это такое приложение к слайдам, живая говорилка. Так вот, для любой конференции, друзья, сколь бы сложной она ни была, выступление, то есть, ты перед людьми на первом месте, слайды всегда на втором месте, без исключения, всегда на втором месте. Люди пришли послушать тебя. Если бы ценность была в слайдах, они просто бы скачали их себе и не приходили бы слушать тебя. Ну, да, да, хорошо. И вот, и я знаю, что с этой позицией не все согласятся, и раньше я бы тоже с ней не согласился, и однако, я говорю, они так уверены, не только исходя из своего маленького опыта, а исходя из опыта других технических, в том числе и технических докладчиков, у которых за плечами годы, годы, многие годы выступлений, на первом месте ты, твоя речь, твой вид. И поэтому при подготовке, по моему убеждению, первичное внимание должно быть уделено не слайдам, слайдам вторичное. На втором месте, не на десятом, но на втором. На первом месте нужно подготовиться к тому, как ты будешь себя вести, в широком смысле этого слова. Поэтому я всегда со своей стороны уделяю больше внимания на моих собственных прогонах, в моей комнате, я больше уделяю внимание тому, как это будет выглядеть и звучать со стороны. А слайды – это естественное продолжение моих слов. Не я продолжение слайдов, а слайды продолжение меня. Слушай, ну вот про слайды, знаешь, какая мысль. Я, в общем, в целом тоже, в принципе, согласен с тобой, что на то, но и конференции, на то, но и выступления, что как бы без человека это как-то странно, да? Но и в то же время, вот мне кажется, что слайды, тем не менее, должны быть, ну, в каком-то смысле и самодостаточны. Сейчас попробую как-то раскрыть свою мысль, да? Ну, то есть есть как бы диаметрально положенные, да? Два таких отношения. Первое, что значит слайды, это вот когда прям там все подробно расписано, и человек там, условно говоря, выходит, и пытается по ним читать. И тогда действительно, зачем нужен человек, если у него на слайдах все чуть ли не там дословно расписано. И вторая крайность, когда слайды очень маленькие, там совсем что-то вот какие-то такие легкие штришки, а вся концентрация, вся суть, это именно, то есть вся там полезная информация, это там 99%, ну там 90% это человек. Вот мне кажется, один и второй вариант не совсем правильные, в общем-то. И я просто, для меня use case типичный, ну просто сейчас конференций настолько много, да, что если на все них ходить, то это вообще работать некогда будет, да и выходных даже на семью не останется. Вот. А как бы посмотреть слайды потом, чтобы просто понять примерно это тебе интересно, не интересно, вне, без человека, да, без вот этого контекста, это интересно. Я так часто делаю, и поэтому мне нравится и кажется правильным, когда слайды, пусть они там не 100% охватывают материал, но как минимум они последовательны, они там с тезисами краткими, которые вот как бы главные штришки, но они тем не менее последовательны, они самодостаточны, то есть ты как бы читая их, понимаешь даже без контекста повествования вот этого всего раскрытия сути, да, этих терминов, про что это. А вот мне это кажется важным. Вот моя такая мысль. Денис, ты как бы что думаешь? Я могу сказать, что здесь нет единой золотой середины, потому что, как я уже говорил, конференция конференции все-таки рознь. Есть такие выступления, такие темы, на которых слайды в принципе не могут быть легкими штришками. Это просто не получится. Если мы говорим... Да, если это выступление, связанное с темой, там, новые аспекты теории компиляции, то легкими штришками мы не сможем обойтись в принципе. Наши слайды будут весьма сложными. С другой стороны, вот сколько конференций видел я, в частности, в русскоговорящем сегменте, могу с уверенностью заявить, что в 90%, если не в 95%, перекос сильный, перекос идет в сторону усложнения. И перекос идет именно в сторону... Знаете, как получается? Получается странная вещь. Слайды, с одной стороны, сложные. Знаете, вот эти листинги кода по 28 строк и так далее. А с другой стороны, они не являются и самодостаточными. Ты потом откроешь ее сам дом, и ты нифига не поймешь. Поэтому могу сказать... Да, поэтому могу сказать, что здесь, к сожалению, большая часть, я об этом скажу позже, есть проблема, большая часть айтишников, выступающих на конференции, в принципе, не относятся к подготовке серьезно. Это факт. В частности, в русскоговорящем сегменте. Ну, хорошо, ладно, дальше мы это еще обсудим. Антон, ты как думаешь, вот насколько должны быть слайды там тяжелыми, легкими и как они должны дополнять или там наоборот брать внимание на себя при выступлении? Я согласен с тем, что слайды должны быть продолжением докладчика, а не наоборот. Что же касается, если хочется вот больше таких штрешков и зацепок, ну, я не знаю, наверное же, это как-то можно найти способ решить эту проблему. Например, вот действительно, иногда бывает так, что вроде и на слайде, как правильно Денис сказал, там 28 строк кода, а ты их не сможешь, а ты их, например, не можешь скопипастить, оно у тебя там не заведется, да? Ну, так ведь если бы на слайде вместо этих 28 строк была ссылка на какой-нибудь игрушечный проект на GitHub, который бы все это иллюстрировал, и какая-то выжимка из кода, может быть, это решило бы проблему. Или, например, если бы мы вот говорим о какой-нибудь сложной и сложной теории компиляции, и нам хочется дать очень-очень-очень много контекста, ну, пусть это будет отдельный слайд с тремя ссылками на какие-нибудь важнейшие, не до последние академические достижения по этой теме, вместо, не знаю, 15 слайдов с разрозненными цитатами и статей, которые еще нужно как-то понять, увязать. Вот. То есть, все-таки, мне кажется, в чем сила, в некоторой простоте и доступности и в том, чтобы потратить какое-то время, чтобы понять, как лучше этой простоты достичь. Вот. Наверное, вот, ну, я даже, вот, когда я готовлюсь, я не уверен, что у меня всегда так получается, да, но я постараюсь именно вот это вот держать в голове и идти к этому как-то такому прям сияющему идеалу. Ну, понятно. Слушайте, а как вы вот вообще относитесь, знаете, еще люди некоторые, некоторые, да, любят, слава богу, их немного, это я так сразу свое мнение к этому озвучиваю, к какому-то вот лайф-кодингу, вот, как, как, как вы на выступлениях. Мне кажется, это очень сложно и на самом деле не всегда это нужно. Ну, то есть, это может быть там в конце, на сессии вопросов-ответов там открыть, показать, но вот во время презентации, давайте теперь сейчас смотреть, я тут сейчас быстренько по терминалам по лазью, 5-10, это всегда очень сложно, это надо, либо настолько четко надо проработать вот эту последовательность действий, чтобы она была просто безупречной, как анимированная гифка, но если это так, то проще вставить анимированную гифку и на ней просто словами показать. Вот, ваше мнение по этому поводу, Денис, что думаешь? Мое мнение по поводу лайфкодинга тоже предельно простое, лайфкодинг это хорошая вещь для хакатонов, не для конференций с презентациями, потому что сколько я не видел вживую или в записи презентаций, частью которых является лайфкодинг, я могу сказать, мне мне толком не понравилась ни одна, а большая часть из них не понравились от слова абсолютно. Я считаю, что когда есть время, когда есть, знаете, трехдневный хакатон, когда туда приезжают люди, которые уже в теме, потому что люди, которые не в теме, на хакатон не поедут, естественно, вот там лайфкодинг может быть очень к месту, и там его зачастую ожидают, но когда у нас есть однодневная конференция, это наиболее распространенный формат в России, в частности, в России, в Беларуси, на Украине, если у нас есть однодневный формат, и за этот период мы хотим прогнать, знаете, 12 докладов в двух потоках, каждый с жестко ограниченным временем, и люди хотят, знаете, перебегая из зала в зал услышать побольше, вот в эту среду пихать лайфкодинг я категорически против. Ну, да, Антон, ты, твое мнение по этому. Пока слушал, еще вспоминал свои впечатления от лайфкодинга, от лайфкодинга, сам я никогда такими вещами не занимался, как раз на недавних там, метапах, Луа, Москва, что-то подобное было, и у меня такое двоякое ощущение, с одной стороны вроде как окей, но с другой стороны я вот сейчас пережевывал свои воспоминания, и от сессии с лайфкодингом есть впечатление, но я совершенно вот сейчас не мог вспомнить о чем по сути, по сути, какой же полезной информации ты из нее вынес. Помнишь, что такое, о, это было круто, или там, ой, вот финальный результат мне очень понравился, но как раз действительно вот это вот какой-то нарратив, то, как мы к этому пришли, а главное, вот куда мне сейчас смотреть, чтобы это все воспроизвести, кроме, естественно, записи этой самой сессии, вот это вот большой вопрос. Поэтому такая, да, действительно вещь, к которой нужно с очень большой настороженностью наверное относиться. Ну да, ладно, это у нас был такой небольшой офф-топик, возвращаемся в тему каких-то лайфхаков для подготовки. Давай, Антон, продолжи, что у тебя какие еще есть, вот, помимо озвученных мыслей, подходов, техник, практик, инструментов, как, да, вот, что ты еще применяешь? Ну, не настолько, мне кажется, я прокачан докладчик, чтобы прям сыпать какими-то лайфхаками. Ну, мы же про наш опыт все, поэтому я же говорю, мы же тут не профессиональные там супер-пупер-докладчики, но тем не менее обычные простые люди, которые в какой-то момент не постеснялись, не побоялись, пошли выступили, и мне кажется, в этом вот вся прелесть и вся классная идея послушать про вот этот простой человеческий опыт, по этому. Ну, вот смотри, из того, что мне тоже, что я попробовал и мне понравилось, как минимум один раз, я накидал очень такой подробный, подробный черновик доклада, то есть именно вот того текста, который буду говорить, который я собирался говорить, боже упаси, не то, чтобы я собирался это читать по бумажке, вовсе нет, но занимаюсь вот в то время, как я писал текст, да, какие-то обороты, какие-то логические связки мне оказались очень удачными, они так вот глубоко отпечатывались в голове, и в итоге, когда вот в тот момент, когда ты на сцене, и все равно есть некоторое волнение, вот это вот почти автоматом получаемый обратно из мозга, из этого кэша, вот этот вот текст, проговариваемый почти на автомате, вот за счет такого дополнительного какого-то запоминания в письменном виде, вот, это помогало, и помогало делать речь более плавной, более такой связной, как мне кажется, вот, может быть, вот такая штука показалась мне интересной, не знаю, может кто-то еще применит, и не знаю, сколько это полезно. Не, ну, записывать не зря, как бы, знаешь, там в школе, там везде, там в институте, когда ты своей рукой там что-то пишешь, то оно значительно глубже проникает в твою память, и на значительно дольшее время, нежели когда ты потом это где-то там спишешь, скопируешь. У меня черновик был практически на, не знаю, страниц на 5 точно, а то и на все 10, вот, то есть это была очень подробная практически статья по мотивам доклада, вот. Ну, интересный, интересный вариант, я как-то вот никогда такого не делал, у меня всегда процесс подготовки, знаешь, очень похож, в общем-то, с обычным типичным сценарием там в разработке, продумыванием на новые фичи, то есть, да, есть задача, ты просто как бы ходишь, там, не знаю, смотришь, идешь, лежишь, стоишь, сидишь, ешь, пьешь, а в башке вот это, она вот как-то в фоне такая, знаешь, как это в отдельном потоке крутится эта задача, ты там что-то продумываешь, потом ты приходишь, раз, вот как-то это, значит, там фиксируешь, какие-то ставишь реперные точки, опять, следующая итерация, баггинг, да, вот так, тык-тык-тык-тык-тык, о, так, только вот здесь надо, значит, подправить, тык-тык-тык-тык, вот такой итерационный процесс, в общем-то, но вот как-то записывать, записывать как-то нет, может быть, не знаю, с одной стороны, времени как бы жалко, но это опять-таки, наверное, зависит от, насколько ты так уверен и уже прогнался, насколько оно у тебя, как бы, само повествование сформировалось, да, к моменту, к этому моменту, вот, Денис, ты, я экспериментировал с записью разной степени подробности, у меня были тезисы к каждому слайду в спецкомментариях, у меня была общая наметка в одном файле по неким частям, чтобы видеть презентацию одним взглядом, я могу сказать так, я не пишу подробных черновиков, я делаю наброски, а затем, когда я вживую это все проговариваю, то уже автоматически, слыша себя со стороны, прямо в процессе этой речи или в процессе просмотра видео или аудиозаписи, уже формируется так, вот это вот звучит странно, вот это вот слишком сложно, а это, наоборот, как-то слишком потешно, нелепо, нужно исправить, и когда несколько раз повторяю, это уже ложится в память от аудирования, мне уже, я понимаю, под конец мне уже черновик не нужен, он у меня уже записан в голове, но идея записывать в целом, это очень хорошая идея. Ну да, тут вопрос как бы объема записи, да, то есть, кому-то действительно много, там, ну вот я тоже встречал, поскольку я там в общем в разных конференциях много кого приходится, ну, помогаю прогонять, да, и да, действительно там новички, они некоторые, которые там наименее уверены там в себе, они вот прям открывают те там слайды, а у него, значит, внизу там в поле комментарии, там, значит, знаешь, мелким там десятым шрифтом еще там чуть ли не там пять-две страницы текста, вот, это один случай такой крайний, но и лично там, да, когда уже более-менее опыт, обычно хватает каких-то нескольких реперных точек, ну там тезисов или вот каких-то акцентов, что вот на что не забыть сказать про это, вспомнить вот это, ну, то есть какая-то такая логика именно понятная именно докладчику, скажем так, про что он, глядя на который, он сам вспомнит и не забудет про что-то там упомянуть, сказать, вот, и так далее, будет это как-то, значит, уже вылиться. Ну, давайте, наверное, чуть-чуть, если кого-то еще какие-то, может быть, такие тоже есть, еще какие-то неозвученные, невысказанные там лайфхаки для подготовки. Вот, кстати, хорошая идея, знаешь, знаете, вот о чем Антон сказал, что там рассказывает там сначала своей жене, которая ни разу не айтишник и все, это классная идея, у меня, правда, я никогда не рассказывал свои там выступления, которых мне там значительно меньше, чем у вас, жене, вот, но у меня, например, на какие-то мои даже там статьи айтишные, там, для блога еще где-то, как я ее называю, там, главный редактор, в общем выпускающий редактор смотрит и тоже где-то говорится, вот здесь там плохие обороты, тут как-то вот нелогично, это очень клево, то есть, когда ты можешь даже свою какую-то айтишную, там, ну, скажем так, специфичную достаточно тему и там повествование рассказать, донести до человека, который, со стороны, который просто, да, он не поймет, конечно, может быть, всех терминов, но как минимум он услышит вот эту последовательность, логичность, да, как бы вот четкость повествования, какой-то уверенности. Ну, вот такая мысль, если вы что-то дополните. Антон, дополнитый. Ну, я высказал эту мысль, я могу еще раз ее дополнить, да, как раз... Ты расскажи, как у тебя жена вот на это вообще, она, когда ты первый раз пришел, сказал, слушай, как у тебя там ее зовут, ну, дорогая, вот я хочу тебе рассказать, я тут планирую выступить на айтишной конференции, я хочу тебе рассказать про то, как мы оптимизировали, добавили, значит, что там мы добавили, какую-нибудь там синхронность или там потоков, синхронизацию потоков в наш компилятор лоджи, не хочешь послушать, ну, такого плана, вот как это было, расскажи. Я представила для себя сейчас только что эту картину. Ну, вы можете смеяться, это было примерно так, то есть, моя супруга же зовут Ксюша, я говорю, Ксюша, я буду выступать, я хочу, чтобы ты это послушала, ну, естественно, первая реакция человека, ну, я ничего не пойму, моя реакция может быть столь же, естественно, говорю, хорошо, мне не нужно, чтобы ты понимала все, вот я это просто проговорю, во-первых, я прослушаю в этот момент себя, как это будет звучать, вот ровно то, о чем говорил Денис, когда слушаешь себя и вот уже на этапе аудирования вот галочки проставляешь, вот тут не надо говорить так, а вот тут наоборот нужно добавить и так далее, вот, и кроме того, вот то, что говорил Костя, человек со стороны видит, он чувствует связность, и как раз в этом случае очень видно, да, когда, как только связки начинают выпадать, то становится совсем плохо, и человек не в теме, и тут еще вот как бы совсем сюжет рассыпается, вот, поэтому, конечно, не будет какого-то понимания, иногда вот, ну, у меня жена не технарь, не айтишник, вот, она не понимает, ну, конечно, далеко не все, но, уж, связность рассказа, логичность сюжет, мне кажется, это очень хороший способ, чтобы вот таким образом его отшлифовать. Ну да, вот, мне кажется, тоже стоит взять на заметку. Слушайте, мы еще, знаете, что не обсудили, вот, вопросы тайминга, тоже, мне кажется, немаловажные, потому что, действительно, все, ну, большинство конференций, ты всегда на доклад отводится некое определенное время, там, на больших конференциях, это там, ну, скажем так, до часа где-то, да, на каких-нибудь митапах и более таких локальных встречах это даже еще меньше, ну, понятно, что там и объемы немножко разные, тема чуть более глубоко раскрывается или наоборот менее глубоко, но, тем не менее, всегда есть вот это ограничение и вот, как вы следите там за таймингом, как, как, как там не потеряться, да, то есть, ну, вот, что, как вы себя настраиваете и вот пытаетесь все там это отслеживать, на каком этапах, как, как с этим боретесь и работаете? Ой, это интереснейший вопрос, тайминг в презентации, это тот вопрос, которому, к сожалению, многие не уделяют внимания, хотя он достоин самого пристального внимания. Я в свое время много думал и читал про этот вопрос, а есть ли золотая середина, больше, меньше. Конечно, всегда в технических, в айтишных конференциях есть соблазн запихнуть в презентацию как можно больше информации. И поэтому большая часть выступлений, которые я видел, они очень долгие. Что я имею в виду по словам очень долгие? Когда-то я прочитал книгу, две книги про знаменитые презентации TED. Все про них знают. Сегодня это, пожалуй, эталон презентаций. И, кстати говоря, на конференциях TED на официальной части и на конференциях TEDx независимых, проводимых по всему миру, в последние годы поднимается довольно много сложных технических тем. Да, не обязательно айтишных, но технических. И вам могу сказать, что некоторые из этих технических тем, они будут посложнее, чем новый фреймворк на языке X. Так вот, вы знаете, а если кто-то из слушателей вдруг не знает, на конференции TED есть правило 18 минут. 18 минут это твой лимит. Кто бы ты ни был и о чем бы ты ни рассказывал, через 18 минут заводит сирена, прям заводит сирена в прямом смысле слова, заглушит тебя и вот до этой сирены ты должен закончить. И когда основатель конференции TED рассказывал в экскурсе в историю этого события о том, почему 18 минут, выяснилось, что в действительности они проводили весьма серьезные научные исследования о тайминге, о том, сколько человек может воспринимать информацию, так вот, выяснилось, что оказывается в процессе, вот ты сидишь неподвижно слушаешь, это сидеть и воспринимать информацию глазами и ушами и обрабатывать ее в ходе презентации, это очень изнурительное дело, физиологически изнурительное. Они измеряли нагрузку на мозг в этот момент, это действительно тяжело, это сопоставимо с определенными видами физической работы. И поэтому наш мозг из-за того, что он рациональный, ну, в скобках ленивый, он бережет энергию, то есть определенный когнитивный предел. И кто бы не рассказывал, как бы интересно он не рассказывал, но если он превысил когнитивный предел, мозг отключается. Не сразу, это не происходит мгновенно, но он начинает притуплять внимание. Для чего? Чтобы сберечь энергию. Режим энергосбережения включает, знаешь. Да, потому что для него это действительно тяжело, тяжелее, чем думают многие докладчики. Многие докладчики не задумываются о том, почему-то не задумываются о том, что слушать несколько докладов в течение одного дня на различные, сложные, непохожие друг на друга темы, это тяжело. и поэтому я выступаю апологетом малого тайминга, относительно малого. Я считаю и всегда придерживаюсь в моих презентациях 35 минут это абсолютный максимум. Абсолютный. А в целом максимум, которого я придерживаю 30 минут. 30 минут. В 18 я пока не умею укладываться, но 30 минут почему так мало? Ведь многие из нас видели презентации по часу, час 10, час 20 на международных серьезных конференциях по языкам, фреймворкам, компиляторам и прочего. Кто бы ты ни был, как я уже сказал, о чем бы ты ни говорил, есть предел. Выше него и все начинают выключаться. Не потому, что они ленивые, не потому, что они пришли с обеда, не потому, что они не хотят слушать докладчика, но потому, что мозг переходит в режим энергозабережения, как было верно замечено. И поэтому я считаю, что тайминг должен быть небольшой. Я не верю в то, что больше 40 минут какая-либо айтишная тема, какая бы то ни было в мире айтишная тема может занимать. Принцип очень простой. Если ты видишь по прогону, по количеству слайдов, что твоя тема выходит за этот тайминг, ты укладываешься не в 40-35, а в 55 минут, вывод очень простой. Тебе нужно резать. Ты пытаешься запихнуть в презентацию слишком много материала. И интересное свойство проявляется в процессе резки. Ты думаешь, елки-палки, а что же мне выкинуть? Если я выкину это, нет, это потеряют, это выкину, это выкину, это выкину. Нет, 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 я не буду выкинуть, мне жалко. Я просто буду говорить чуть более быстрым темпом речи, и я сэкономлю себе 5 минут. Это абсурд. Потому что если ты мало того, что много информации, да еще будешь ее тараторить, то когнитивный предел придет раньше, и люди уткнутся в свои смартфоны. Поэтому в целом идея очень простая. Если ты видишь, что слайдов слишком много, обрезай. Слов слишком много, примеров слишком много, урезай. Это непросто. Мы все помним эту знаменитую фразу, ставшую афоризмом, когда один человек знаменитый написал другому письмо, большое письмо, и сделал приписку, что извините, что не написал короче, у меня было мало времени. Для того, чтобы сделать меньше, нужно больше сил. Для того, чтобы я читал истории подготовки TED-презентаций, люди говорили, что мне было очень легко подготовить презентацию в 26 минут. Очень легко, и вся моя тема была разложена великолепно, но мне говорили 18 минут и ни секунды дольше. И люди признавались, что им было очень трудно выкинуть лишнее. Нужно же понять, что лишнее. Нельзя же выкидывать все подряд. Ты не можешь просто выкинуть последние 10 слайдов. Так не работай. Тебе нужно перекомпоновать все. И в целом малый тайминг, относительно малый, 30-35 минут. Я не вижу никаких причин для того, чтобы это было дольше. Антон, ты как? Согласен с таким мнением? Во-первых, да, согласен. Во-вторых, вот тот мой скромный опыт докладчика, который есть у меня, он приводил к тому, что у меня были доклады, мне кажется, от 25 до 35 минут. И как-то интуитивно казалось, что это нормально. Что не надо больше, ну, наверное, не надо меньше. Если все-таки организаторы отдают слот, в котором продолжительностью 30 минут, то можно позволить себе говорить все-таки не 18. вот. Так что вот к этому добавить мне, пожалуй, нечего. Ну, а расскажи, как ты, когда тоже готовишься, какие-то подходы с точки зрения тайминга, во-первых, тут первый момент, понятно, что там вначале можно набросать больше, потом что-то резать. как следить в процессе именно выступления, да, потому что здесь очень часто, особенно у каких-то новичков, я даже за собой замечал, знаешь, когда начинаешь рассказывать, всегда есть такой, добавлю какой-нибудь оборот лишний, да, вот как-то что-то заверну, ну, я не говорю за всех, но у меня такая есть проблема, какой-то момент, за которым я там стараюсь тоже следить и бороться, то есть, да, вроде ты там на прогоне тык-тык-тык все рассказал, понял, что получилось там сколько-то там, те же самые допустим там 35 минут, а в процессе доклада вот очень там думаешь, ну, здесь сейчас еще лучше скажу еще фразу вот там, вот это там как-то, и это все потихонечку оно может со временем накапливаться, да, и в итоге ты там можешь не уложиться в конечном итоге, вот, как с этим бороться? Я сразу могу сказать, что для меня вот проблема именно вот такого анализа тайминга это еще ну, открытый вопрос, поэтому мне как раз было интересно, очень интересно сейчас послушать то, то, что говорил Денис, для себя я решил вот с этой проблемой борюсь таким образом, я стараюсь не позволять себе как раз вот таких импровизаций и отхода от того, что уже было проговорено на прогоне или на прогонах, если их было несколько, как раз в силу такого практического принципа часто применяемого в IT работает не трогай, ну, то есть мы уже прогнались, мы уже знаем, что вот это работает, а вот если я сейчас попробую уйти куда-то в сторону, а потом вдруг в мозгу включится какой-нибудь механизм самокоррекции, я пойму, что я рассказываю почти так, но вот подождите, есть какие-то исключения, ой, нет, так, а давайте вернемся на два слайда позже, оно как-то все поплывет, ну, наверное, в такой ситуации не хочется оказаться, потому что доклад посыпется, и слушатели, я думаю, нужно пожалеть, пожалеть их когнитивные способности в этот момент, нет, поэтому уж вот отрепетировано, и давайте, пожалуй, я расскажу вот так, как оно звучало, а потом, если что-то оказывается непонятным, или что-то окажется чуть скомканным, тем, кому это действительно интересно, вот будут вопросы, или будут какие-то кулуарные разговоры, ну, вот так, да. Ну, тут, кстати говоря, да, ты вот упомянул хорошую мысль о том, что, да, надо не бояться того, что, да, какие-то вещи в конечном итоге некоторым слушателям могут показаться скомканными, непонятными, ну, нельзя угодить всем, да, и у всех немножко разный способ восприятия, и кто-то мог там отвлечься на какую-то долю секунды, там, еще что-то такое, для этих целей есть обычно у доклада там сессия вопросов-ответов, в конце концов, можно всегда докладчика потом просто подойти к нему лично сказать, там, вот, я не понял, расскажи, раскрой мысли, поэтому вот этого не надо бояться, не надо, то есть, тут пытаться довести доклад до прям вот перфекционизма, да, то есть такого, что прям вот, чтобы все было в идеальности, оно невозможно будет удовлетворить всех, всех слушателей, всю аудиторию, это просто надо понять сразу и не пытаться даже как-то это, с этим бороться. Надо сделать так, чтобы просто было хорошо и понятно там большинству, ну, собственно, для этих целей есть прогоны те самые, которые, которые этому очень сильно, ну, как мне кажется, помогают, потому что чем больше людей и мнений, которые, в принципе, люди, которые обычно в конференциях, ну, или там на метапах, вот, скажем так, входят там в программный комитет, это, в общем-то, не самые последние люди, не самые там студенты какие-нибудь без опыта, а вполне себе люди, имеющие некоторую экспертизу и которые, в принципе, обычно дают здравый-здравый фидбэк про доклады, ну, собственно, потому что, опять-таки, цель сделать красиво и хорошо, чтобы понравилось и было интересно всем, вот. Денис, ты что-нибудь дополнишь? Я хотел бы еще уточнить, даже, так сказать, подчеркнуть и поблагодарить одновременно многих организаторов многих конференций последнего, последних лет к вопросу тайминга, они поступают довольно просто. В зале сидит человек, который показывает тебе за 10 минут листочек с цифрой 10, за 5 минут листочек с цифрой 5, и если даже ты немножечко заговорился, этот листочек тебя сразу отрезвит, и ты будешь, опа, все, пора заканчивать. И я считаю, что вот такой вот способ маха из зала, что друг, смотри, уже начинает закругляться, это правильно, и я вижу это на различных конференциях все больше и больше, это тот случай, когда организаторы, зная наше несовершенство и нашу склонность заговариваться и сказать чуть больше, они просто помогают нам, и хорошо, что это появилось. Ну да, это такой, знаешь, извне, такой очень легкий и очень понятный и в то же время абсолютно, скажем так, минимально трудозатратный способ немножко помочь и упростить жизнь выступающему, вот прям очень классный. Ну что, не знаю, вроде бы мы обсудили примерно все, что хотели, если кто-то вспомнит, какие еще, что мы еще, про что еще мы не рассказали, не вспомнили, было ли что-то такое, мне кажется, более-менее все. Вы что думаете? Я напоследок хотел бы немножко пофилософствовать один маленький психологический момент, один совет для всех выступающих, особенно для тех, кто хочет, выступает, но еще пока не решился. Есть один вопрос, который тормозит многих, это вопрос волнения, и многие говорят, ну я волнуюсь, я не смогу, это страшно. Так вот, я могу сказать, особенно после прочтения книг по публичным выступлениям, я могу сказать одну простую вещь, волнение будет всегда. примите это как аксиому, и если вы сомневаетесь в том, если вы думаете, что есть какой-то уровень джедая, после которого волнения не будет, это не так. Откуда я это знаю? Потому что есть люди, были люди, есть люди, вошедшие в круг людей, презентации которых прославились на весь мир. Ну, например, презентации Стива Джобса. Я думаю, что многие слушатели согласятся, что его презентация это действительно выдающееся мастерство. Так вот, о Стиве Джобсе известно из его собственных уст, он очень сильно волновался перед каждым выступлением. Разумеется, с каждым годом процент волнения был меньше, но до последних лет его жизни, до последних его презентаций волнение, определенный процент волнения оставался. И знаете, друзья, если волнение оставалось у Джобса, у Линкольна, у Мартина Лютера Кинга, то оно тем более останется у нас. Так вот, в том, что оно есть, многие думают, что если у меня есть волнение, значит, это признак чего-то плохого, значит, я не готов, значит, это не мое, значит, я не умею, если бы я умел и был бы готов, я бы не волновался. Это неправильный ход мыслей, друзья. Волнение всегда будет. Вопрос не в том, что оно есть, оно будет. Вопрос в том, как мы имеем с ним дело. Сковывает ли оно нас по рукам и ногам, это волнение, или мы воспринимаем его как некую, знаете, на улице холодно и нам немножко зябко, но мы продолжаем идти по этой улице. И через некоторое время мы уже перестаем замечать это. А что касается практической рекомендации о волнении, знаете, один факт, который един для 99% выступающих перед публикой людей. Пик волнения приходится на первые 5 минут выступления. Первые 5 минут, если вы пережили последующие минуты, вы сами удивитесь себе. А что же я так боялся? Так что не бойтесь. Согласен. Антон, ты что-нибудь... Расскажи вот в двух словах, как ты борешься тоже с волнением сам? На самом деле я вот тоже в какой-то момент... Я просто в какой-то момент осознал, что оно будет и с ним как-то намеренно бороться, бороться, убеждать себя в чем-то вести, какие-то сложные диалоги, наверное, бессмысленно. Оно будет. А в конце концов, ну не знаю, все мы программисты, все мы хотим писать код без багов. Наверняка у каждого в таск-трекере найдется сколько-то багов. Ну вот, жизнь такова, объективная реальность такова. если мне становится как-то совсем не по себе, не знаю, очень в таком режиме быстрой-быстрой перемотки в голове какие-то ключевые моменты доклада я могу прокрутить или выйти на свежий воздух прогуляться. Ну, это такие вот именно сугубо технические вспомогательные советы, вот. Но основное, конечно, да, опять же, не могу не присоединиться к мнению Дениса. Достаточно просто принять тот факт, что вы будете волноваться и станет легче. Прочитать доклад, волнуюсь, потом понять, что небо на землю не упало, сейчас интересно, вы поговорили с людьми, с вами пообщались, вы пообщались, это же прекрасно. Вот. Ну, а волнение пусть будет. Ничего страшного. Согласен. Ну что, давайте, наверное, потихонечку закругляться. Мне кажется, получилось довольно интересно и так мы, мне кажется, постарались с разных сторон осветить вообще-то этот вопрос и может быть кому-то из наших слушателей они принесут какую-то пользу и кто-то скажет да, все, вот послушал, решусь теперь, пойду и выступлю на какой-нибудь конференции или там, не знаю, митапе начнем с того, сейчас их очень много, почти в каждом городе что-то есть, поэтому не надо сразу там замахиваться на что-то глобальное, можно попробовать свои силы на каком-то маленьком локальном, локальной встрече разработчиков, это уже большое дело, уже сможете как-то осознать, действительно получилось, у вас нет какой-то, понять как и свои ощущения эмоции от этого выступления, какие потом будут там вопросы, общения, получить какой-то заряд, скорее всего, получить заряд какой-то положительных вот этих эмоций, вот именно взаимодействия, то, что это кому-то понравилось, принесло, кто-то подойдет, скажет, да, клево, там задаст какие-нибудь вопросы, это круто, поэтому, друзья, выступайте, не стесняйтесь и давайте как-то двигаться в этом направлении вперед, это, мне кажется, очень полезно и в конечном итоге принесет пользу и вам, как выступающим и всем слушателям тоже. Вот такую какую-то реплику я загнул, ну, мне кажется, неплохо. Если вы что-то добавите, давайте, друзья. Я буду безумно рад, если этот подкаст кого-то сподвигнет выступить, мне это будет просто замечательно. Денис, ты? Да, я со своей стороны тоже надеюсь, что наша дискуссия поможет кому-то понять, что выступление это не удел избранных только, это не вопрос особого мастерства только, это вопрос желания рассказать о том, что ты знаешь. И знаете, если вас останавливает вопрос, ну, я же в этом, в этой теме не эксперт, так вот, знайте, эксперт для слушателя это не тот, кто знает все, а тот, кто знает чуть больше, чем слушатель. Ну, да, хорошая мысль. Что, друзья, спасибо, что пришли, Антон, Денис, было здорово, поэтому, что, получилось классно, слушайте наши подкасты, пишите ваши комментарии, замечания, будем рады любой обратной связи, что называется, если кто-то даже напишет, да, я послушал, пошел выступил, так мы тут вообще прям, я думаю, отметим это дело даже. Вот, что ж, всем спасибо и до новых встреч, пока-пока. Спасибо большое Косте, спасибо большое Денис, очень было приятно пообщаться, всем пока. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok